приветствую всех в новом видео для техник начинающих это вторая часть видео по созданию моделей здесь мы уже обсудим как нам двигаться после шасси если вы не видели первую часть она доступна здесь оставлю ссылку в описании да и вообще заценить лучше весь плейлист потому что там очень много ценной информации она всеобщая но я думаю если правильно воспринять она очень поможет для создания моделей и так в прошлой части мы говорили про масштаб в этой что же делать дальше я думаю это самая большая проблема многих людей а что же мне делать дальше как мне собирать модель потому что у меня такое тоже было я собираю шасси а что делать мне дальше этим шоссе я вообще не знаю то есть как мне что мне нужно сделать чтобы дальше продолжить модель ну шоссе собрать не так сложно а вот в дизайн это уже мне кажется действительно тяжелая вещь я накидал некоторые пункты то есть опять-таки никакой конкретики есть не будет что нужно делать а А именно общие рекомендации. Просто нужно пробовать. Всегда пробуйте что-то делать. И первое, что нужно сделать. В прошлой части мы там брали такую мерную линеечку, где она у меня лежит. Вот она. Нужно определиться с границами модели. То есть, примерно понять, что будет кончаться. Где у вас будут крыши, где у вас будут бампера. Чтобы просто в голове представить, как этот корпус будет висеть на этом шасси. Как только вы будете развивать фантазию в этом плане, вам будет уже как-то в голове проще примерно представить, что нужно собирать. И в дизайне, ведь что самое главное, это вторая часть. Второй пункт, это что определяет дизайн модели. Это какие-то самые яркие ее черты. Например, здесь у меня Porsche. Чтобы узнать Porsche, нужно просто сделать характерные. Во-первых, фары кругленькие в данных модели. И вот этот профиль крыши. Это самые главные детали, которые даже в маленькой Speed Champions, вы можете сразу узнать, что это Porsche. Хотя там масштаб очень не соблюден. Здесь, например, крас у меня. Вы также увидите по брутальной квадратной кабине, по рамке лобового. Фары, кстати говоря, вообще у настоящего краса не такие. Но тем не менее, благодаря этой вот решетке радиатора, грубый такой вот, очень кондовый, мы сразу же понимаем, что это крас, я думаю. И не в последнюю очередь, благодаря колесной формуле. 6х6, то есть, ну, здесь 6 колес. Porsche 4 колеса. Хотя это Singer-версия, как с ним, она не доделана. Я скоро ее доделаю. Но тем не менее, какие-то такие вот особенности вам нужно для себя увидеть в той модели, которую вы создаете, чтобы понять. Это также актуально не только для машин, для каких-нибудь самолетов или кранов. Там все, чего угодно. Хоть птицу какую-нибудь делайте, журавля. У него есть свои отличительные особенности, как свою форму клюв там, или глаза, или оперение. Самое важное, я считаю, посмотреть вот эти вот самые вот такие вещи, детали эти, которые позволяют глазу зацепиться, мозгу сравнить его с оригинальным, настоящим вариантом. Или есть модель в сделке несуществующая, какой-то просто вариаций, там, просто грузовик, например, КамАЗ, без модели, просто КамАЗ. У него есть свои отличительные особенности. Или круглые фары из 510, старый КамАЗ. Или на решетке прямоугольные сводят необычный профиль кабины. Возможно, еще цветовая гамма. Допустим, черный КамАЗ вы их встретите редко. А вот, например, оранжевый, синий, желтый очень часто, поэтому дерзай. А далее совет для тех, кто, собственно, не знает, как же ему дальше двигаться от шасси. Главное, просто начать. Попробуйте сделать самые простые элементы. Например, здесь вот я сделал этот профиль крыши, в первую очередь. И кусочек маленький, вот этот вот крыши, чтобы понять, где заканчиваются крыши. И я сделал эту решетку радиатора. Дальше я уже стал строить все остальное. Попробуйте сделать самый какой-то черновой, простейший. Просто вот бим поставьте, спереди, сзади, это будут бампера. Вот сверху какую-нибудь деталь, плоскую крыши. Это здесь будет крыша. И от этого уже пытайтесь оттолкнуться, как-то связать эти элементы друг с другом. Вот те ключевые особенности, которые говорил до этого, их нужно создавать наиболее детальными, уже близкими к финишной части, и устанавливать на модель в тех местах, где они должны быть, и уже от них пытаться все остальное связать. Например, если вы сделали вот эти вот бока, просто прямоугольные, пытаетесь нам прицепить какие-нибудь круглые фары, так не пойдет. Лучше сделать сначала. Самые узнаваемые элементы, например, решетку радиатора, эту рамку лобового стекла, примерно придумать или здесь, вот как это будет, этот профиль крыши, и уже от него дальше достраивать все остальное. Также не бойтесь переделать какие-то вещи. Например, вот у этого сингера я переделал, кстати говоря, кто не смотрел, стрим с Егором, вот тут ссылочку добавлю, надеюсь, найду его. Не слишком долго это видео будет на монтаже у него валяться. Я переделал зад машины, потому что мне казалось, что он вообще неузнаваемый. Знаете, сколько раз его переделал? Раз, наверное, семь или восемь. Потому что, когда я его переделал, у меня вот эта часть задняя, она не была связана с передней, и у меня просто завтра так вообще поцеплялся. Пришлось переделать. То же самое, кстати говоря, было в Крайзе. Я уже в нем участвовал в соревновании по грузовикам, но там подвеска плохо себя показала. Мне скинули, кстати, в предыдущем видео, кто-то, по-моему, ВКонтакте мне скинул вариант его передней подвески, более узкой, но я ее не стал брать, я там просто взял функцию, как реализован портный кулак. Я ее переделал, чтобы колеса лучше смотрелись. Я увеличил клиренс сзади. Не побоялся переделывать, сделалось лучше. Не бойтесь тоже что-нибудь переделывать, потому что, если есть какой-то момент спорный, вполне всегда возможно, что можно чуть-чуть буквально его изменить, и модель будет выглядеть совершенно по-другому, потому что даст первый толчок какой-то цепочке этих действий, которые позволят вам довести модель до того состояния, до которого вам больше хочется. Если вы что-то сделали и не можете сами оценить, насколько хорошо что-то получается, попробуйте спросить меня у других, если вы ведете какой-нибудь блок или типа того, там, сделать видео, делать такую-то модель, что о ней думать, что добавить. ВКонтакте там скиньте, не знаю, в Инстаграме, где-нибудь еще в какой-нибудь чате, например. У меня тоже есть чат, в который я скидываю свои модели, как и делаю. Я всегда рад прислушаться к тем советам, которые мне дают другие самодельщики. Например, я могу в Инстаграм что-нибудь скинуть, напишут комментарии, напишут, что не так с моделью. Такое, например, было с Porsche, тут 11 РОБ, который я делал, дали много очень советов о критике, я постарался ее учесть. И модель, благодаря этой критике, получилась гораздо более красивой, гораздо более четкой. В том же красе колеса передним домиком разъезжались. Мне эту критику дали, я их чуть переделал, модель реально стала лучше. Поэтому критика, это очень-очень важная штука, старайтесь к ней прислушаться. Но здесь, по-моему, просто говорят, модель ваша фигня на палке стеклянной банки. Такое можно смело пропускать, это не критика, это просто хейт. Критика все-таки это хит-советы, где что стоит сделать лучше, где что-то у вас сделано не так хорошо, как надо. И, наверное, такой очень важный совет, пожалуй, он будет общий к тому, чтобы вы развивались. Это не стоит пытаться довести модель до идеала. Просто есть некоторые люди, которым, наверное, уже 5 лет строят одну модель, считают, что в ней что-то не так. Я считаю, что это неправильно, потому что перфекционизм это некая степень прокрастинации, то есть нежелание что-либо делать, потому что не существует идеальной модели, вы не сможете ее собрать. Это просто, в принципе, невозможный идеал. Он для того идеал. Его невозможно достичь, но к нему нужно стремиться. Поэтому собирайте много моделей, улучшайте, делайте их лучше. Но лучше вы соберете 10 моделей разных, попытайтесь там сделать разных вариаций. Например, каких-нибудь Порше я уже целую тучу сделал. В каких-нибудь таких вот масштабе грузовиков тоже целую кучу. Какие-то элементы я понял, что в данный момент, с данным видом деталей, которые есть у Lego, это самый лучший вариант, который я могу сейчас собрать. Он, ну, по всем параметрам мне лучше все подходит. Но какие-то элементы я всегда могу дополнительно улучшить, где-то усовершенствоваться, где-то реализовать что-то новое. Поэтому соберите 10 моделей, и вы станете в 10 раз опытнее. Вы совершите там 10 ошибок, но вы в следующий раз 10 ошибок не совершите. А если вы собираете одну модель 10 лет, там, 10 месяцев, ну, вы, скорее всего, совершите эти 10 ошибок, но ничему не научитесь. Возможно, какая-нибудь одна исправится, и все. Поэтому никогда не останавливайтесь на чем-то одном. Не получилось. Считайте, что модель не очень удалось. Разберите целиком ее. Соберите что-нибудь новенькое. Подумайте, какие вещи все-таки в ней были самые лучшие. Скоро это закончу. Эта модель уже закончена. По ней, кстати, выйдет потом отдельное видео. Думаю, инструкция к этой модели. Может, тоже инструкцию сделаю. И в следующем видео этой рубрики, я думаю, я сам научусь и вас научу это делать профиль управления в PowerUp. То есть, в той приложухе, которую LEGO выпустила. Она выпустила давно, уже несколько месяцев прошло. У Сириэля, у Racing Brick вышли инструкции, как это делать. На русском языке, я что-то не помню, инструкции уходило или нет. Постараюсь сам научиться, потому что важно и научить вас. Также у меня есть блок Mindstorms. Там тоже я постараюсь подружить контроллер от PlayStation или Xbox с модулем, потому что к нему я хочу подцепить обычные моторчики и с помощью них управлять. У меня есть идея, пара моделей, которым нужен реально прям этот блок Mindstorms, потому что он компактный, маленький, все в нем есть. Вот. Если вам понравилось видео, поставьте лайк, подпишитесь, оцените остальные видосы. Из этой вот рубрики техники для начинающих, я знаю, их многие очень ждут, но те вещи, которые пытаюсь сказать, все-таки я стараюсь вам дать самую общую информацию, просто советую, потому что потом, да, наверное, я, как многие просят, постараюсь сделать просто такие конкретные примеры узлов, агрегатов, которые можно использовать в разных моделях. Ну, как и раньше говорил, постарайтесь просто что-нибудь скопировать у того же LEGO. Откройте инструкцию, там мне спрашивают, а как мне сделать переднюю подвеску независимую с приводом. Вот есть набор Land Rover Defender, там это сделано, просто берете и копируете оттуда, там это сделано прекрасно все. Есть набор 42099, там тоже сделана опять независимая подвеска с рулевым управлением, с приводом, тоже все отлично работает, все клево. Но, я думаю, когда-нибудь тоже это сделаю. Лайкусь поставьте, кстати говоря, я не помню, говорил об этом или нет. Всего вам хорошего, пока. Пока.